На скамье подсудимых медсестра. По мнению следствия, от ее действий пострадали новорожденные в одной из больниц Барнаула. Родители малышей тоже в зале. Окончательно назначить Быковой Марине Владимировне наказание в виде трех лет. Ограничение свободы с возражением ограничений, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не изменять места жительства. Но это еще не финал. История началась почти два года назад. Младенцам сделали инъекции глюкозы и магнезии. Один ребенок погиб, четверо попали в реанимацию. За жизнь детей боролись лучшие врачи России. Спасли. В случившемся родители обвиняли медиков. Было расценено это как патологическая реакция на введение лекарственных препаратов. Однако эту версию не поддержали следователи. Позднее ряд экспертов выдвинули другую. Якобы сами лекарства могли быть просроченными или контрафактными. Для выяснения всех обстоятельств прогремевшего на всю страну дела потребовался не один месяц. Сыщики провели множество экспертиз. Расследование привело к медсестре, которая и сделала эти самые уколы. Нарушение санитарных норм. Она брала инъекции для детей из одного и того же флакона. При этом целостность данного флакона была нарушена. В связи с нарушением стерильности в кровь младенцев поступили бактерии, которые вызвали развитие у них инфекционно-токсического шока. Очередной шок сегодня испытали и родители. В это состояние их повергло решение суда. В порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Союза РФ объявления о внести в связи с 20-летним принятием Конституции РФ освободить Быкову Марину Владимировну от назначенного наказания. Каждый должен нести ответ на запричение вреда, тем более смерть другому человеку. Мой вывод, даже если бы все пятеро малышей умерли, и бы тоже ничего не было. Между тем и сама медсестра и ее адвокаты недовольны даже таким решением. Я уже говорила про наказание, что я с ним не согласна. То есть вы в любом случае считаете себя невиноватым? Родители уже заявили, что будут обжаловать приговор. Марина Быкова, скорее всего, тоже обратится в суд высшей инстанции. На это у сторон есть ровно 10 дней. Кирилл Политов, Александр Антропов, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...